Вам нужно вернуться в чумной город. Никто не хочет возвращаться в чумной город. Ой, болото, чумные города. Моя любимая в Dark Souls игра. Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала BullJite. Называется оно «Невозможно сложные миссии в играх, которые никто не прошел». Давайте же посмотрим, что там за миссия, которые никто не прошел. Поехали. Также не забывайте про мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании или QR-код на экране. Это сейчас очень важно. Я там уже держу связь и буду держать связь, если что-то произойдет. И у меня есть также стрим-канал Трово. Ссылка есть тоже в описании. Я стримлю каждый день. Тоже вас там очень-очень жду. Проходить новый Saints Row невозможно. Начнем с того, что это невыносимо скучно проходить. Игра как будто бы должна была выйти 10 лет назад, но она потерялась. И ее нашли только сейчас. Но что более важно, Saints Row, как и плохие игры десятилетней давности, поддерживает традицию вставлять тебе палки в колеса в любой неподходящий момент. Ну, например... Подождите, я пропустил, Saints Row перевыпустили? Типа новый Saints Row вышел? Я вообще про это пропустил. Вам нужно, чтобы машина не взрывалась. Значит, ее будет взрывать даже трение воздуха. Вам нужно перестрелять кучу врагов? Значит, у вас закончатся патроны, и никто их выбрасывать не будет. Если вам нужно куда-то пробежаться, значит, вы просто провалитесь в текстуры. Я даже ловлю ностальгию от подобного. Я такого давным-давно не видел. Saints Row даже не бесит. Saints Row истощает. Знаете, как какой-нибудь турботоннель из Battle Tots. Механически все очень просто. Запомни маршрут, отточи реакцию. Но как же хочется все бросить уже на пятой попытке. Я подозреваю, что я не пройду Saints Row и не сделаю о ней видео. Но зато я сделаю это видео. Сегодня я вспомню, какие еще миссии вынуждали меня все бросить, ощущать усталость и удалять тигры с жесткого диска. Миссия с машинкой. У меня она не работала вообще когда-то. Придется немножко пострадать. Поэтому компенсируйте мучения вкуснейшим чаечком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, переходите по ссылкам в описании и расслабляйтесь. Ведь с вами Булджать, и мы начинаем. Есть два стула. Один Супер Мидбой, другой Айвона Бизыгай. Оба приносят страдания. Выбора у тебя нет. Ну, еще есть Айвона Биза Боша. Но, кстати, Супер Мидбой намного приятнее, как по мне. Эти две игры хоть и разные, но, как по мне, раздражают абсолютно одинаково. Да и количество смертей на один экран у вас будет сопоставимое. И, скорее всего, вы бросите что ту, что другую игру, так и не дойдя до конца. Я Бош проходил полностью, мне нравился Боша. А представьте, как было бы ужасно, если бы две эти игры соединили в одну, согласны? Этот монстр хардкора наверняка приходил бы в ваши кошмары. Хотелось бы, чтобы об этом никто не додумался, но, увы, их все-таки объединили. Бойтесь. Как вы, возможно, знаете, в Супер Мидбой есть варп-зоны. Небольшие фановые сегменты... Ой, вот варп-зоны, ладно, я вот варп-зоны не все прошел. Тут не буду врать, в это я не во все прошел. Это очень печально. ...в уровни, где вам предлагают играть за разных персонажей. Некоторые из которых пришли из других инди-игр. Одним из таких является Зекит из Айвона Бизыгай. И его варп-зона считается одной из самых сложных в Супер Мидбоя. А сложных уровней там, как вы понимаете, хватает. На первый взгляд, эти уровни не представляют из себя ничего страшного. Просто куча шипов на стенах как-то даже не впечатляет. В игре, где с вами может бежать бензопила и есть целые потоки шприцев, шипы, это просто ни о чем. Но стоит только вам взять управляющие руки, и вы поймете... Я, наверное, сейчас вообще не смогу ничего сделать. Эта простота, ох, как обманчивая. Здесь от вас потребуется фактически Pixel Perfect. Миллиметр не туда, и хитбокс колючек возвращает вас на старт. А модель поведения персонажа-то максимально чувствительна. Буквально одно лишнее нажатие. Повернулись не в ту сторону, или прыгнули на долю секунды раньше или позже. Это больно. Все, вы уже летите на шипы, и ничего вы с этим не сделаете. Одни боги знают, сколько попыток у вас уйдет, чтобы пройти хотя бы один экран этого варпа. Учитывая, что даже профессионалы Супер Мид Боя успешно здесь застревают. А этих экранов-то целых три. Я не представляю, сколько времени на тренировки ушло у людей, которые проходят эту варп-зону за две минуты с первой попытки. Это чудовище. Это люди, которые драйкартили сутками, и все для того, чтобы узнать, что пластыревая девушка в другой искаженной зоне. Этим прохождением варпа даже похвастаться сложно. Но кто поймет, сколько усилий тебе нужно было приложить для победы? А если даже и поймут, то спросят, зачем? Это то же самое, как проходить Dark Souls в первый раз ради сюжета. Чел, успокойся, это невозможно. По факту, у Dark Souls всего один сюжетный квест. Выжить. И он сам по себе сложен. Выбрал не тот поворот в начале и попал на кладбище. Удачи в прохождении, сынок, мы тебя не забудем. Вот эти колокола, костры, короли, пока допотеешь до титров, ты забудешь, что все это есть в игре. Донаты работают? Донат пришел? Костры, короли, пока допотеешь до титров, ты забудешь, что все это есть в игре. И даже неплохо, если тебе на этом моменте хватит Dark Souls. По крайней мере, ты останешься социализированным. Потому что если ты включаешь NG+, значит ты добровольно роняешь себя в кроличью нору, где и PvP со своими законами, и зубрежка билдов с обязательными спорами о них в интернете, и десятки жирных томов с лором темных душ. О, это затянет вас надолго. Вы будете одержимы этим дерьмом. Не, мне хватило пройти Dark Souls первый один раз, и я такой, типа, все, с меня хватит. Это было очень давно. Неправда, как говорится. Но это небольшая цена за похорное прохождение темных душ. Потому что именно тогда игра становится в несколько раз интересней. Ты находишь применение всяким там предметом, пробуешь новое оружие, и начинаешь наконец-таки замечать связи между персонажами, которые внезапно образуют какое-то подобие сюжета и квестовых цепочек, углубляющих кроличью нору еще на километры. И ты начинаешь копать сайты, читать описания предметов, пытаешься искать намеки в обрывках рандомных фраз, чтобы просто понять, этот персонаж что-нибудь делает? Он важен? Или ты идешь нахрен сейчас? Чтобы выполнить квест в Dark Souls, тебе должно повезти быть в определенном месте, в определенное время, с определенной штукой в руках. Если у вас нет интернета, вы не то что не пройдете, вы не найдете и половины квестов в Dark Souls, не потратив на их поиски действия. Это как Elden Ring, это тот же самый Elden Ring, там тоже самая проблема с каждым. Ты можешь принести какой-нибудь предмет персонажу и гадать, это все? Я выполнил задание, или мне теперь нужно носиться по всей карте кругами, подставлять свой зад монстром, смотреть под каждый камень, чтобы случайно найти персонажа в каком-нибудь засранном чулане, где он застрял ногой в гонке, и только древний артефакт со слезами бога поможет ему выбраться. Вот примерно из такой же оперы квест Сигмайера из Катарины. И это обалденный квест, не подумайте лишнего. Это же братишка Сигмайер, как ему не помочь? Один из самых душевных персонажей серии. Я сейчас даже немножко вброшу, но, как по мне, Сигмайер даже приятнее, чем Солар и Засторы. Но он такой простодушный, он носит такую забавную броню, он постоянно сладко спит в любом состоянии, в любом месте, и у него такие наивные проблемы. Он всегда такой, блин, я за приключениями пришел, а тут ворота закрыты. Блин, а видно-то как? Ну, ладно, посижу, подожду, пока откроются. Вот как этому пирожочку сладкому не помочь? Конечно же, вы поможете. Вы захотите, чтобы Сигмайер успешно завершил свои приключения, но сделать это будет невероятно сложно. Этот квест биться чуть ли не на протяжении всей игры и требует от вас абсолютного внимания и скилла, иначе вы не добьетесь нормальной концовки этого квеста и лишитесь награды. Сначала желательно пробежать к воротам крепости Сена, чтобы найти... Ё-моё, тут целая система прохождения квеста, я, честно, уже этого всего не помню. ...питом лукового рыцаря и поговорить с ним. Эта встреча хоть и не обязательно, но это самый легкий способ познакомиться с персонажем. А после этого начнется. Придется позвонить в два колокола, открыть ворота крепости, Там, продираясь сквозь прямоходящих змей и огромные топоры, надо не пропустить малозаметный закуток, где спит Сигмайер и разбудить его. Дернуть нужный рычаг, чтобы убрать с дороги рыцаря валуны, направиться в Аннерлонда, побродить по лабиринтам там, найти Сигмайера, убить для него трех серебряных рыцарей, что как бы потребует ни одной попытки вначале, поговорить с ним снова и встретить его в храме огня. Затем, самая сложная часть, вам нужно вернуться в чумной город. Никто не хочет возвращаться в чумной город. Ой, болото, чумные города, мое любимое в Dark Souls играх подобное. Особенно, когда вы его прошли, и вам там нечего больше ловить. Но Сигмайер почему-то находится именно там, и поэтому придется потерпеть. Даем ему фиолетового мха, каким-то образом догадываемся убить золотого голема, в котором заключена дочка Сигмайера Сиглинда. Потом надо вернуться в храм огня, поговорить с Сиглиндой, узнать, что она не встретилась с отцом, отправиться в забытый изолит, попытаться не провалиться во внезапную яму с противниками, что у вас не получится, и встретить Сигмайера возле провала с едоками хаоса. Сигмайер, тронутый вашей заботой, захочет помочь вам уничтожить едоков хаоса, что вроде бы хорошо, но если он потеряет больше 50% здоровья, о чем вас никто не предупреждает, квест будет не выполнен. Поэтому придется заранее перестрелять всех едоков хаоса, кроме одного, чтобы луковый рыцарь выжил и устроил нам последнюю встречу на озере Золы. Если вы пропустили, или неправильно сделали большинство из этих действий, квест закончится преждевременно, и вы не увидите трогательный финал истории Сигмайера. А провалить квест очень легко, начиная с того, что порой не очевид... Просто пропустил чела, и все, квест минус. Низна, что нужно сделать, никуда идти, и заканчивая такими подставами, как проваливающийся пол. Если бы не харизма братишки Сигмайера, этот квест прослыл бы в народе как муторный, долгий, и на который стоит положить болт, потому что он того не стоит. Ой, я случайно описал некоторые задания в Genshin Impact, потому что в Genshin находится несколько похожих по структуре квестов, где невероятно просто запутаться, и легче залезть сразу в интернет, чем разбираться самому. Потому что аниме Тяночке может быть и мило... Но стараться ради них думать и надеяться на свои силы, когда существует такая вайфу, как Сигмайер, боже упаси, мы спим! Что происходит? Ни одна аниме-девочка не стоит того, чтобы проходить, например, ритуал очищения Сакуры без гайда. Во-первых, с гайдом вы сэкономите себе кучу времени, а во-вторых, у вас нет причин этого не делать. Ритуал очищения сложный квест настолько, что даже с получением удовольствия возникают большие проблемы. Вы видели гайд по этому заданию? Ой-ой-ой-ой! О, блин, метровый! В ген... О-о-о-о-о-о! Нормальный квестик, хороший! Я не знаю, кто там был ответственен за данный квест, но есть подозрение, что он создавался с ненавистью к игрокам. Потому что ритуал по очищению Сакуры делится на 5 отдельных заданий, которые поначалу кажется вообще никак друг с другом не связаны. Только зараженными корнями священного древа, которые нужно очистить. Случайно набредя на какую-то статую лисы, в которую пялит мистическая девушка в маске, вы начинаете квест, который ощущается как 12 часов бесперерывного гринда под самый лютый японский норис. Описывать все бессмысленно, потому что чем вы только не будете заниматься? Расспрашивать персонажей о тайне колодца, искать вещи, закопанные где-то в области поиска, потом ловить призрака, догадываться использовать линзу на определенных статуях тануки, искать спрятанных в бочках енотов. Я, к счастью, не застал этот квест, наверное, мне в жопу пригорело бы от него. Каким-то чудом находить статуи, которые спрятаны где-то там на островах. И все это подкреплено головоломками и далеко не самым подробным описанием. Судя по всему, разработчики уверены, что некоторые вещи ты должен просто понимать. Ритуал очищения реально проверял игроков на выносливость и верность и немыустоя, потому что на протяжении многих и многих часов приходилось выполнять целые цепочки действий, многие звенья в которых были далеко не самыми очевидными. Что еще хуже, этот квест забирал намного больше времени, чем заслуживал. От него буквально ловили усталость. Да и сюжет на задание, как вы понимаете, не блистало. От истории, где есть зараженные корни дерева, никогда многого не ждите. И это как-то странно, между прочим, потому что не знаю, как там сейчас... Ну да, на самом деле вы сделали хотя бы, чтобы это сюжетно было, интересно, награда была крутая. ...моему опыту задания в Геншине всегда были довольно механические и понятные. Принеси это, подай то, поищи здесь, собери столько-то вещей. Задания настолько же веселые, как сбор бесконечного количества коллектаблсов. Ну знаете эти... Ооо, как же ненавижу эти вещи. ...ходишь по Assassin's Creed такой, видишь, что-то близко... ...всякие эти штуки в GTA-шке собирать, никогда не понимал. Кто-то делал, реально вот сам их искал. Залазишь на крышу, бац, а это перышко. А их там сколько? Ааа, до свидания, мы тут не... ...простите, как-нибудь в другой раз. Как бы никогда... ...бала какая-то мода в одно время, добавлять вот такие наитупейшие коллектаблсы в открытые миры в огромном количестве. Они как будто правда верили, что это не скучно. И игроки будут повально изучать каждый метр города или мира. Да это шиза. Перестрелять 200 чертовых голубей в GTA 4, да вы там долбанули что ли? Кто вообще это одобрил? Большинство этих голубей еще и спрятаны. Да это даже звучит отвратительно. При этом даже если находился поехавший, который потратил десятки часов, чтобы собрать все коллекционные предметы, в награду за свой... Это как в этом, в Зельде, Бресс Узыва, там даже посмеяюсь, собрать всех этих семечки, короков вроде бы. Я уже, блин, давно играл, могу забыть. Семечки короков, а там тебе дадут золотую кокульку. Вот в принципе да, уровень. 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 Которые любят собирать 200 штук, чего бы то ни было. Потому что в Скайриме есть задание возвращения к корням, которое настолько нудно, что его даже пытались спрятать. Оно активируется, когда вы случайно найдете алый корень Нирна или прочитаете о нем в книге, лежащей в черном пределе. И когда в вашем журнале появляется задание собрать 30 алых корней, в вашей груди появляется желание орать благим матом, потому что за что тебе это? Ты начинаешь ощущать скуку физически. Я не хочу страдать, я не хочу. Она выливается на тебя с экрана, и ты с этим теперь ничего не сможешь поделать. В ММО не заставляют столько трав собирать за один заход. И вот, потратив кучу времени на нахождение всех корней, ты получаешь награду талант. Создавать два зелья вместо одного с шансом в 25%. И ты даже не... Мне хочется плакать. Ты понимаешь, нормальная ли это награда? С одной стороны, ну да, неплохо. С другой стороны, ты ожидал как-то большего, что ли. Поэтому ты уходишь неудовлетворенным. И это еще ладно, это еще хороший квест. Все корни находятся в черном пределе и возле водоемов, что сужает круг поисков и делает задание не таким страшным, если сравнивать его с другим, похожим заданием. И вы о нем, скорее всего, знаете. Потому что каждый из вас случайно натыкался на вот такую странную шкатулочку с камнем и на всю игру записывал в свой журнал задание под названием «Заглянуть под каждый камень». Название точно описывает то, чем вы будете заниматься всю оставшуюся жизнь, если захотите это задание выполнить. Правда, я не знаю, что вас должно на это смотивировать. Ведь вам нужно найти 24 камня Борензи, которые разбросаны по всему Скайриму. Они буквально могут находиться где угодно. В подземелье, в доме какого-нибудь крестьянина, просто на улице. Я никогда не понимал, когда именно делают это с заданиями, типа, не обязательными, но вот прям привязывают этому заданию. В ГТАшке просто типа, ну, нашел, нашел, ладно, там просто высится, типа, один из ста. Ну, ладно, больше искать не буду. Но вот подобные задания, которые еще появляются в списке заданий, это раздражает. Я знаю, как это раздражает всяких перфекционистов, которые любят, чтобы в списке заданий не было ни одного лишнего задания. Перфекционисты маленькие, их пропустить легче легкого. Когда ты понимаешь весь масштаб задания, единственным верным вариантом будет игнорировать его и никогда к нему больше не возвращаться. Благо, у нас есть интернет и модеры, которые узнали и написали для нас гайды, где эти камни найти. И мы можем узнать хоть что они дают. Собрав все шкатулки, надо принести их Векс в гильдию воров. Векс знатно так удивится, когда вы принесете ей все камни, и мы прекрасно ее понимаем. И она скажет, что это еще не все, о боги, а что еще там нужно? А что еще? 40 камней? К счастью, нет. Векс попросит найти вас корону, из которой эти камни выбили, и она просто лежит в большой пещере, наполненной фалмерами. И достав корону, вас, конечно же, поджидает награда. Постоянный эффект воровская удача, который значительно повышает шансы найти драгоценные камни в сундуках и на трупах врагов. И опять же, звучит в целом. Звучит сегодня неплохо, но от этого не стоит, блин, вообще. Спасибо Pink Music за эликсирование. Неплохо, но явно хотелось чего-то большего, учитывая как... Представляете, зато какая корона, гляньте на нее, ну просто высота же. Хотелось проходить этот квест. По крайней мере, эту награду хотя бы частично не отнимают, как на Диком Западе. Если вы в Red Dead Redemption 2 найдете милую экспрессивную даму в шляпе по имени Дебора Магиннес, которая любит копаться с костями динозавров, не слушайте ее. Она палеонтолог, который заинтригует вас историями о тотализаврах, рабочее название, и попросит вас о помощи. И как бы вы не любили динозавров, сколько бы энциклопедий о них у вас не было в детстве, разворачивайте лошадь и скачите как можно дальше. Потому что Дебора попросит найти вас кости тотализавров в количестве 30 штук. И ладно, если бы они были где-то в одной ямке, как и подобает костям одного динозавра. Но Дебору нисколько не смущает, что кости, которые мы будем ей приносить, могут быть как глубоко в пещерах, так и высоко в горах в километрах друг от друга. А мир в РДР-2 так-то не маленький. Звучит ужасно. Да, мир красив в РДР-2, но не хочешь искать эти кости. Назови кости камнями Борензи, и вы не увидите разницы. И если у вас получится все собрать, вам да, выдадут стильный ножик, но самое главное, вы узреете чудовищного тотализавра, собранного безумной дамочкой. Один раз. Нам один раз покажут кости собранного нами динозавра и закроют к нему доступ навсегда. Это вообще не честно. Вы столько старались и даже не можете заскриншотиться на фоне своих трудов. А может мне пофлексить хотелось, а не дают. Прям как в Сан-Андреас, кстати. Помните битву на лоурайдерах? Ну эти, танцы на машинах. Ох, блин, очередная миссия, которая не позволяла бедным детям пройти игру до конца. Сколько их там было уже? Давайте посчитаем. Миссия с поездом, летная школа, курьерская доставка, миссия, где ты прыгаешь на самолет, финальная миссия. Господи, Сан-Андреас хоть кто-нибудь прошел или все врут? Ну да, на фоне этих миссий задание с танцами на лоурайдере кажется самым легким. Там всего лишь весьма кривая мини-игра, где непонятно, когда надо жать на стрелочке. Это ощущалось каким-то рандомом. Ты можешь нажимать точно в такт, точно в кружочке. У меня проблема в том, что они не нажимались вообще. У меня не работали ни одни кнопки, ни на нампаде, ни обычной, никакие, блин. Но игра скажет именима, при этом очевидный промах, она может засчитать тебе как мастер. И ты сидишь полчаса, гадаешь, а как правильно-то шмакать вообще, еще и диагональные появились, господи спаси. Многие, конечно, скажут, попыток 5-10, немножко скилла, и эта миссия останется в прошлом. У кого-то эта миссия даже любимая. И это если повезло. Видите ли, сложность миссии танцев на машинах зависела от того, какой репак вы скачали или какую-то репаку вы скачали. У меня, например, не работала эта миссия. На одних версиях лоурайдеры прыгали без особых проблем. Но если вам не повезло, то нажатия могли просто не считываться или считываться плохо. Вместо стрелочек могли быть рандомные символы из-за тупого перевода, а иногда этих стрелочек вообще могло не быть, как и самой музыки. Вы могли рандомно дергаться в полной тишине и наблюдать, как на экране всплывает слово «потрачено». Угадайте, какая версия была у меня в детстве. И с какими гласами отступил на людей, которые говорили, что танцы на машинах – это легко. Я им так завидовал. Я думал, они профессионалы, а они оказались казуалами. Посади их за руль Wallon in the Dark, они бы расплакались. «Один в темноте» 2008-го, наверное, единственная игра, которую не прошел ни один из моих знакомых. Во многом потому, что только два человека из двадцати в эту игру хотя бы играло. И в меньшей степени потому, что в 2008-м All in the Dark была неиграбельна. Перезапуск знаменитой серии хорроров старался слишком сильно. Он был весь из себя такой концептуальный, с кучей интересных фич, анимаций, сцены, графики, которые настолько грузили комп, что даже на минималках все лагало. Мой компьютер для таких игр вообще был не готов, в отличие от меня. Мне так хотелось поджечь стул, как в трейлере, что меня не смущало даже 10-20 фпс с картошечной графикой. Я где-то неделю проходил то, что проходилось часа за полтора, и надеялся, что через годик-другой смогу увидеть финал. Но затем началась миссия в такси, и я понял, моим мечтам не суждено было сбыться. Представьте, вы в огромном городе, едете на машине, пока вокруг все рушится, на дорогах образуются огромные провалы, куски небоскребов падают прямо на вас. Я не просто не разговариваю, не знаю. Поднимается волна асфальта. Мой комп чудом не сгорел в тот момент от подобной эффектности. И поняв, что я никак не могу это исправить, мне пришлось ее просто удалить. И с тех самых пор, Alone in the Dark является моей занозой, которую я очень хочу вытащить. И, судя по всему, не я один. Ведь, как я узнал позже, проблемы с миссией на такси были не только у меня, но и у тех, у кого игра выдавала стабильный 60 фпс. А все потому, что сама миссия была ужасна. Именно здесь вы узнавали, что делать реалистичную физику, это не всегда хорошее решение. Потому что вашу машину заносило на любом повороте. Встречные машины могли ради кино, можете взлететь в воздух, а потом по физике вполне реалистично перегородить вам дорогу. Или одна машина могла случайно врезаться в другую и затормозить вас. Это обидно, блин. Это асфальт, вам надо торопиться. И это не учитывая того, что деталей объектов на трассе было так много, что ваше такси могло зацепиться краешком бампера за малюсенькую текстурку камушка и развернуться на 180 градусов, что означало только одно, перезапуск с самого начала. Это старт. Ну что, самый очередный фикс это поставить виртуалку. Вот реально виртуалка, ставишь себе виртуалку, экспишечку или семерочку и пользуешься, и пользуешься. Да, еще не запустил, а уже сложности. А пойду-ка и правда попробую еще раз ее включить. А вы пока можете поставить... Что, ребята, ссылка на оригинал в описании. Пишите, какие миссии вам тяжело давались или вообще вы не смогли ее пройти. Например, в детстве или даже может быть сейчас. Какие игры вам не удается пройти в комментариях. Колокольчик жмякайте, подписывайтесь. Всем удачки, всем пока. Пау.